здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодня готовим с вами очень вкусный нежный тортик тыквенный и духовка нам для него не понадобится как всегда все будет просто и быстро для начала нам понадобится тыква я ее запекаю 30-40 минут до мягкости возможно даже использование тыквенного пюре вот она у меня мягенькая излишки я обычно просто замораживаю и потом использую по необходимости соединяем в блендере яйцо овсянку желательно всегда использовать овсянку конечно же долгой варки 15-20 минут которая добавляем нашу запеченную тыкву и сюда же пойдет еще и кефир и разрыхлитель смотрите можно добавить вместо кефира ряженку тоже получается очень вкусно и оттеночек немножко такой на крем-брюле меняется все хорошенечко измельчаем блендере даем тесту пять минуточек постоять и далее тут уже по желанию смазывайте во сковородку или нет я всегда смазываю сковородку одним граммом маслом потому что блинчик получается достаточно нежно его без масла будет сложно перевернуть но если вы уверены в своей сковородке то можете масло не использовать выкладываем тесто и тут самое важное хорошо разровнять у меня сковородка в диаметре 20 сантиметров разравниваем тесто для того чтобы везде была одинаковой толщина вот видите блинчик готов переворачиваем еще минуточку буквально жарим со второй стороны и снимаем сразу разделяем его на четыре части смотрите если у вас хороший глазомер можете сразу поделить на 8 частей у меня с этим проблема поэтому я делю сначала на четыре части дальше покажу как действует для крема соединяем мягкий творог и мягкие финики желательно использовать финики мягких сортов все блендером перебиваем единственное смотрите я никогда не превращаю прям совсем в идеальный крем оставляю вот такие вот кусочки они очень симпатично смотрятся в разрезе и с ними получается мне кажется вкуснее смазываю блин сначала смотрите я эти четвертинки друг от друга никуда не отделяю смазываю его целиком и потом просто сверху складываю друг на друга но и здесь вот глазомер мой уже для того чтобы пополам все разрезать срабатывает нормально и вот таким образом я создаю уже тортик полноценной высоты со всех сторон его хорошенечко смазываем кремом и конечно в идеале ему лучше бы постоять часик в холодильнике но моего терпения всегда не хватает и давайте его сразу разрежем смотрите даже без пропитки в холодильнике он режется просто прекрасно и вот такой красивый разрез получается очень ярко вкусно оригинально и самое главное быстро и полезно обязательно готовьте и подписывайтесь на мой канал спасибо большое за внимание до свидания